Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар. Так называется книга, которую презентовали в рамках фестиваля «Культурное пространство» в Национальном музее Коми. В ней собраны фрагменты писем Сергея Довлатова, которые он писал во время службы в армии в Коми АССР. Это было в начале 60-х годов прошлого века. Презентация прошла в новом театральном зале музея. Он был открыт при грантовой поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта «Пишите письма, Сергей Довлатов». Татьяна Супряткина продолжит. В зале сумрачных эта атмосфера одновременно завораживает и интригует. Так же, как и произведения Сергея Довлатова, одного из самых популярных русских писателей-эмигрантов конца 20-го века. Его произведения классика за язвительный и пронзительный юмор критики ставят Довлатова в один ряд с Чеховым и Зощенко. Мы занимаемся фестивалем Сергея Довлатова уже 7 лет. И мы связаны там и с Сталином, и с Нью-Йорком, и с Уфой. И совершенно неожиданно для меня оказалось, что здесь очень большой пласт материалов, которые мы не знали. При том, что ни наследники не знали, ни историки, которые занимаются творчеством Довлатова, не знали, что здесь так много материала, вообще не изученного, живого, очень интересного. И благодаря Светлане Бандури я узнала это, и я хочу сделать презентацию этой книги и этого спектакля Соктовкарского в рамках нашего фестиваля. Я считаю, что это новая страница в изучении творчества Довлатова. Начало литературного пути Довлатова связано с его службой в армии в Коме АССР, куда он попал в 62-м. Три года служил в охране исправительных колоний. Здесь и начал писать собственные рассказы. А одними из первых его произведений стали письма о Соктовкаре. Их было около сотни. Фрагменты нескольких писем и легли в основу книги «Лялькин город». «Лялькин город» Сергей Довлатов в письмах отцу называет город Соктовкар. Ну и также обращение «Лялечка» очень часто встречается в письмах Светлане Меньшиковой. Вот это название «Лялькин город» оно очень емкое. Оно передает теплоту, которую испытывал Сергей по отношению к той девушке, которую он писал. И в то же время это может быть вот такое отражение чего-то маленького, может быть нашего маленького провинциального города. И это название очень лаконично и отражает суть той истории, которая происходила. Здравствуй, золотая, дорогая ляленька. Трогательные слова Довлатов писала Светлане Меньшиковой, студентке из Соктовкара. Сохранилось около сорока писем. Она и поделилась ценными материалами для публикации, была главным консультантом. И сегодня Светлана Меньшикова – главная героиня презентации. Спустя годы такая же красивая и скромная. Я, конечно, не люблю выпячивать себя. И я всегда хочу быть в стороночке. А на прислании Владимира мне говорят, главная героиня, меня здесь нет. Нет у меня тут. В завершении вечера музыкальный перформанс по рассказам из книги Довлатова «Чемодан» с участием звезд российского джаза. Виртуозный саксофонист Алексей Круглов и одна из лучших джазовых вокалисток России Карина Кожевникова на сцене импровизирует с текстом автора, вступает с ним в диалог. И во всем все та же противоречивость и юмор сатира, как и все творчество Довлатова. Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате, потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам. Пришлось заканчивать работу на месте, то есть под землей. Татьяна Супряткина, Елена Красенникова, телеканал Юрган.